Долгие годы поход к ближайшей остановке или магазину для жителей деревни Дедылдина был небезопасным. Им приходилось идти вдоль проезжей части по обочине. Расстояние в несколько километров – целое испытание. Их просьбы сделать здесь тротуар услышали. Около месяца назад на участке начались долгожданные ремонтные работы. Все замечательно. Долго ждали тротуара? Долго ждали. Бегали с детьми, прям страх был такой по дороге. Сейчас все замечательно. И ограждение есть. В связи с тем, что в последнее время поток автомобилей на этом участке значительно увеличился, было принято решение оградить тротуар забором. Теперь передвигаться по нему безопасно даже детям. Чтобы лично убедиться в качестве выполнения работ, деревню посетил депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Я так понимаю, здесь такой участок опасно обладать? Да, все верно. Здесь, вы видите, там у нас есть небольшой угол. Для того, чтобы не было здесь, так скажем, аварийной ситуации, у нас с проектом предусмотрена установка ИДН. Это 5 сотых. Соответственно, для того, чтобы у нас скорость потока в аварийно опасных участках снизить. Участок более полутора километров. Асфальтовое покрытие с проезжей части уже сняли. Осталось только положить новое. Также с одной из сторон дороги устанавливают новые подпорные бетонные стены, чтобы исключить возможность обвала грунта. Особенно актуальными такие щиты и будут в период дождей. Если посмотреть в целом за последние годы, что происходит на территории Московской области в качестве строительства дорог, то независимо от того, в каком муниципальном образовании мы находимся, мы видим, что работы ведутся большие, работы системные и качество проведения совсем новое. Работы в Дедылдине производят сотрудники муниципальной организации «Дорсервис». На ремонт было потрачено порядка 18 миллионов рублей. Осталось небольшой участок уложить асфальт после того, как мы уведем в дренаж воду. То есть это работы по обустройству дренажа для сточных вод. Завершить работы строители планируют в течение двух недель. Помимо нового асфальтового покрытия и тротуара, здесь появятся дорожные знаки, разметка и искусственные неровности. Юлия Погасян, Сергей Ларин, ВиднетВ.